Украинский Боинг в окрестностях Тегерана был сбит двумя иранскими ракетами. США и Канада обвиняют режим Айатолл, официальные Тегераны отрицают свою вину. В Киеве президент Деленский занял выжидательную позицию. Тем временем стало известно, что Тегеран пытается скрыть улики на месте падения самолета. Подтвердились вчерашние слухи о том, что место крушения Боинга было зачищено, останки самолета убраны и там чуть ли не прошлись бульдозеры по земле. 31 декабря незадолго до Нового года милиция Душамбе задержала трех братьев. В отделении их заставили признаться в убийстве вождя пролетариата Владимира Ильича Ленина, после чего задержанные были вынуждены написать признание в хранении наркотиков. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время. Азия» в Бишкекской студии. Я Шавхат Тургаев. Здравствуйте. Все больше фактов против Ирана. За последние сутки сразу три руководителя западных стран заявили, что украинский Боинг в Тегеране был сбит ракетой иранской системы ПВО. Политики и военные говорят о случайном и непреднамеренном характере обстрела гражданского судна иранской ракеты. Сигерам, в свою очередь, полностью опровергает эту версию. Подробнее в материале Акрам Абдукахора и Джипек Бегалеевой. Главы США, Канады и Великобритании уверены, что причиной крушения украинского лайнера все же была ракета, выпущенная иранскими системами противовоздушной обороны. Первым об этом заявил Дональд Трамп. Он высказал свое сомнение относительно технических причин крушения самолета и заявил, что кто-то мог совершить ошибку. Через несколько часов после выступления американского лидера премьер-министр Канады созвал специальный брифинг. Джастин Трюдо, ссылаясь на разведданные из канадских и других источников, сказал, что самолет, скорее всего, был сбит иранской ракетой. У нас есть разведданные из разных источников, в том числе от наших союзников и нашей собственной разведки. Эти данные указывают на то, что самолет был сбит иранской ракетой класса «Земля-воздух». В пользу озвученной Трюдо-версии выступили американские военные. Возокопоставленные источники CNN и ABS в разведке США сообщили, что американский спутник обнаружил тепловой след двух ракет как раз в то время, когда они приближались к самолету. Источники рассказали, что разведка также обнаружила, что радиолокационные сигналы самолета блокировались прежде, чем он был сбит. Всегиране резко выступили против этих обвинений. Иранские власти также изменили свою позицию в вопросе расследования причин крушения украинского лайнера. Существует полная координация между нашими системами ПВО и гражданской авиацией. Сотрудники гражданской авиации и систем противовоздушной обороны сидят рядом. Так что такая вещь абсолютно невозможна. Мы честны в своих действиях. Мы даем разрешение и американцам, французам, канадцам, шведам и украинцам прийти и участвовать в расследовании этой катастрофы. Тем временем в сети распространяется видео, на котором, как утверждают западные издания, запечатлен момент попадания иранской ракеты в украинский «Боинг». Газета «Нью-Йорк Таймс» связалась с автором видео и выяснила, что оператор стал снимать после того, как услышал некий выстрел. Издание «Беллингкэт», проводящее журналистское расследование, используя метод анализа данных из открытых источников, определило место, откуда производилась съемка. Нам удалось геолоцировать это видео. Оказалось, что оно было снято в жилом районе населённого пункта Парант, пригорода Тегерана, к западу от Международного аэропорта имени Имама Хаймини, откуда рейс 752 международных авиалиний Украины вылетел в Киев. Камера направлена на северо-восток в направлении траектории полёта рейса 752. Различные объекты на видео можно заметить на имеющихся в открытом доступе спутниковых снимках, в том числе линию многоквартирных домов, фонарные столбы и строительную площадку слева от точки съёмки. Между тем, официальный Киев сегодня обратился к США, Канаде и Великобритании с просьбой передать украинским следователям все имеющиеся у них улики, которые касаются катастрофы самолёта в Иране. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что версия ракеты на сегодняшний день рассматривается, но всё ещё является неподтверждённой. И уже после того, как сюжет был готов к эфирам, мы записали интервью с сооснователем расследовательской группы Conflict Intelligence Team Русланом Левиевым. Он подтвердил сообщение, что Иран активно зачищает место крушения Боинга, попросту уничтожает улики. К сожалению, также мы увидели сегодня фотографии и сообщения о том, что подтвердились вчерашние слухи о том, что место крушения Боинга было зачищено, останки самолёта убраны и там чуть ли не прошлись бульдозерами по земле. Сегодня на место крушения прибыла срёмочная группа, если не ошибаюсь, CBS News, опять же, и они опубликовали уже фотоснимки оттуда с места, что нет на месте падения никакой ни охраны, никакого наблюдения, никаких расследователей, исследователей, никого нет. Там ходят только очевидцы, то, что осталось, какие-то мелкие детали, собирают расставку по домам. А самих останков самолёта уже давным-давно нет. Прямо сейчас на связи с нами корреспондент Настоящего Времени в Киеве Юлия Жукова. Узнаем у неё самые последние новости. Юля, привет! Как в Украине отреагировали на заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо? Шавкат, здравствуй. Я начну, пожалуй, сейчас из последних новостей. Буквально час назад президент Украины Владимир Зеленский поговорил с госсекретарем США Майком Помпео по телефону и написал, что украинская сторона получила от США важные данные по поводу расследования падения украинского самолёта в Иране. Правда, эти данные сегодня во время встречи предоставила посол США в Украине Кристина Квинн. На этой встрече присутствовал и глава МИД Вадим Пристайко, и сам Зеленский. И вот пока ни один из них детали этих данных не разглашают. Но буквально минуту назад стало известно, что Вадим Пристайко через час даст брифинг в офисе президента. И, возможно, вот там будут какие-то детали этой информации. Что касается в целом реакции Владимира Зеленского на вчерашнее сообщение и премьер-министра Канады, и Великобритании, то он сегодня написал лишь пост в Фейсбуке. И главный его тезис заключался в том, что он призывает всех международных партнёров предоставить какие-либо доказательства, которые у них есть, которые помогут расследованию. Сказал, что версия попадания ракеты в украинский самолёт не исключается, но на сегодняшний день она и пока что не является подтверждённой. И также известно, что сегодня офис Генпрокуратуры отправил официальный запрос в Канаду, опять же, для того, чтобы Канада предоставила информацию, которая есть у них по поводу авиакатастрофы в Иране. Юля, а есть ли какие-то результаты работы украинской комиссии, которая находится на месте крушения самолёта? Очень коротко, пожалуйста. Пока официальных результатов работы украинской комиссии нет, но секретарь Совета над безопасностью обороны Алексей Данилов сегодня говорил о том, что он бы хотел, чтобы работа продвигалась быстрее, но пока это невозможно. Всё идёт в рабочем режиме. Что касается неофициальной информации, то журналист Цензорнет на своей странице в Фейсбуке, ссылаясь на источники в Украинской следственной комиссии, написал о том, что сейчас по информации этих источников исключается пока что версия по технической, исключается версия именно технических причин, но это всё-таки ещё неподтверждённая информация, и это неофициальные данные. Вот такая ситуация на эту минуту. Юль, большое тебе спасибо. Всего доброго. Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию по вопросу ограничения военных полномочий президента Дональда Трампа в отношении Ирана. За принятие резолюции проголосовали 224 конгрессмена против 194. Дальше документ будет направлен в Сенат, где 53 из 100 мандатов у республиканцев, однако по меньшей мере двое республиканцев. Сенаторы Рэнд Пол и Майкл Ли уже выразили поддержку этой резолюции. Документ вынесен на рассмотрение Палаты представителей после убийства американцами иранского генерала Касима Сулеймани. Спикер Палаты представитель демократ Нэнси Пелоси заявила, что операция по устранению Сулеймани не оказала позитивного влияния на безопасность американцев. Она обвинила Белый дом в том, что решение об атаке принималось без консультации с Конгрессом. Обычно президенты, прежде чем предпринимать важные действия в оборонной сфере, ставят об этом в известность лидеров Конгресса. О том, каким последствиям может привести к крушению самолёта в Иране и в целом, о ситуации на Ближнем Востоке мы обсудим с экспертом по международным отношениям Михаилом Троицким. Он с нами на связи по скайпу из Москвы. Господин Троицкий, здравствуйте. Говорить однозначно пока ещё рано, но всё идёт к тому, что украинский самолёт всё-таки был сбит. Причём сбит иранской ракетой российского производства. Есть ли у вас в этом сомнения? Ну, как бы с одной стороны, очевидно, достаточно убедительными являются данные, которые предоставляют различного рода спецслужбы, наблюдавшие за этим местом, за этим районом. Ну, а также мы имеем какие-то видео. Плюс непонятно, почему вдруг такой вот самолёт должен неожиданно и резко начать падать. Но вместе с тем не совсем ясно, вот, а вообще зачем иранцам было стрелять по самолётам, ну, например, если бы они его могли перепутать, гражданский самолёт с каким-то другим, зачем вообще им стрелять по самолётам из установки «Земля-воздух»? Они вели обстрел американских баз в Иране при помощи баллистических ракет. Ну, вот зачем стрелять такой ракеты по самолёту, который находится в зоне... Господин Троицкий, хочу вот вас спросить о чём. Расследование может затянуться на несколько лет, судя по словам иранских властей. Я ещё раз отмечу, расследование ещё не завершено. Но предположим, что самолёт был сбит иранской ракетой. Как официальный Тегеран будет выходить из этой ситуации? Ну, если самолёт был сбит иранской ракетой, то пока, я думаю, то, что происходит, что мы наблюдаем, это попытка замести следы и, во всяком случае, затрудить возможность затем в дальнейшем прийти к каким-либо однозначным заключениям. То есть повысить уровень сомнений относительно того, что там на самом деле произошло. То есть вот если и правда то, что мы слышим о зачистке места, падение самолёта, о каких-то сложностях с расшифровкой чёрных ящиков и их передачи разным странам, которые в этом должны участвовать, то это похоже на, конечно, заметание следов. Хорошо, отбросим сослагательное уклонение. Чем сбитый Боинг может обернуться для Ирана? Какими санкциями могут подвергнуть страну? И как могут поступить США и Канада в этой ситуации? Ну вот я думаю, что, конечно, на Иран как минимум будет оказано серьёзное давление, чтобы он оказал максимальное содействие в расследовании причин этой катастрофы. Но дальше, я думаю, всё зависит всё-таки от того, что произошло. Вот почему, можно сказать, почти в центре столицы Ирана по самолётам стреляли из установки «Земля-воздух». Они действительно подозревали, что американские самолёты уже находятся на подходе к Тегерану, и что они летят так низко или настолько уязвимы элементарным средствам ПВО, что нужно вести оборону, вот в чём дело, почему была выпущена эта ракета. Вот от этого, от версий, я думаю, что, опять же, на 100% мы не будем знать, но от версий этого обстоятельства, опять же, если вот это действительно произошло, будет зависеть то, как международное сообщество, ну и в первую очередь страны, чьи граждане пострадали, будут позиционироваться в отношении Ирана, что они предложат делать в этой ситуации. Давайте поговорим о ситуации на Ближнем Востоке вообще. Можно ли уже с уверенностью сказать, что большая война отменяется, и открытого противостояния не будет? У нас не так много времени осталось. Ну, я думаю, что большая война наверняка отменяется, потому что война всегда сопряжена с большой неопределённостью, и, как мы видим, стороны Соединённые Штаты, их союзники Иран в этой ситуации боятся такой неопределённости. Но я думаю, что вот эта ситуация сначала ударом по машине, в которой находился высокопоставленный иранский генерал, и затем в ответных действиях Ирана, вот вся эта ситуация, она оказала отрезвляющее воздействие на всех игроков, включая и Иран, и Соединённые Штаты, и страны региона, монархии Персидского залива. Во всяком случае, они поняли, что конфликт может начаться в любой момент, и что надо действовать осторожно. Мы всё-таки будем надеяться, что конфликт больше не произойдёт, и не будет дальше происходить эскалация ситуации. Вам большое спасибо за интервью, всего доброго, до свидания. А тем временем в Казахстане озвучили основную версию крушения самолёта БКР под Алматы. По словам заместителя премьер-министра Романа Скляра, катастрофе привело к обледенению воздушного судна. Комиссия установила, что самолёт был подготовлен к полётам в полном объёме техобслуживания, при этом работы по обработке противообледенительной жидкостью были выполнены частично. Командир воздушного судна принял решение обработать только стабилизатор, а крылья самолёта не обрабатывались, отметил Скляр. Касательно обледенения воздушного судна. Комиссия отмечает факт о неисключении вероятности отложения льда на поверхности воздушного судна, простоявшего на стоянке около двух суток. При условии погоды в период с 24 часов 25 декабря прошлого года до 8 часов 27 декабря прошлого года. Я напомню, самолёт БКР потерпел крушение под Алматы утром 27 декабря. На борту находились 93 пассажира и 5 членов экипажа. В результате крушения погибли 12 человек, 49 пострадали. Смотрите далее в нашей программе. 31 декабря незадолго до Нового года милиция Душамбе задержала трёх братьев. В отделении их заставили признаться в убийстве вождя пролетариата Владимира Ильича Ленина, после чего задержанные были вынуждены написать признание в хранении наркотиков. На Таджиско-Крыгойской границе снова неспокойно. Минувшую ночь произошёл очередной конфликт. Как обычно бывает в подобных ситуациях, стороны обвиняют друг друга в произошедшем. Попытаюсь им всё-таки разобраться, что же на самом деле произошло и кто виноват в очередном конфликте. С нами на прямой связи наш корреспондент В Душамбе Анушурвон Арипов. Анушурвон, привет. Что известно на данную минуту? Есть ли новые подробности произошедшего? По информации о публикованной пресс-службе погранводов Таджикистана, жители села Коктош сельсовета Аксай Баткенского района, вооружившись охотничьим оружием, не давали гражданам Таджикистана пользоваться дорогой самунион сельсовета Чурку. Конфликт начался с того, что накануне перед инцидентом граждане Кыргызстана бросали камнями в своих таджикистанских соседей и получили абсолютно зеркальный ответ. От камней пострадали две автомашины. По одной, с каждой стороны, человеческих жертв не было. По данным пограничников, на место событий прибыли представители отдела внутренних дел обеих стран. И вроде бы конфликт был исчерпан. Но в два часа ночи один из жителей села Коктош выстрелил в воздух из того самого ружья, благодаря которому удалось перекрыть дорогу для таджикистанских граждан. А через два часа... Анаш Ирвана, а есть ли какие-то официальные заявления власти Таджикистана? Погранные войска Таджикистана обвиняют в инциденте на таджико-кыргызской границы жителей села Коктошсер, Совета Аксай. Единственное заявление ведомства было опубликовано сегодня на сайте Государственного информагентства ХОАР в 10 утра по местному времени. Пока таджикские пограничники отказываются от комментариев. Видимо из-за того, что их опубликованная версия, в ней было все расписано чуть ли не по минутам. И силовики не видят необходимости рассказывать что-то еще. Вице-премьер Таджикистана после инцидента разговаривал по телефону со своим кыргызским коллегой. И обе стороны сошлись во мнении, что расследовать инцидент нужно совместно и всесторонне. Но уже понятно, что виновными стороны считают друг друга. Заявление о вице-премьере касалось тех жителей двух стран, которые бросали камнями своих соседей. Анушер, вам большое тебе спасибо. Продолжаю следить за развитием ситуации. Всего доброго. Причины инцидента на границе, по версии Кыргызстана, совсем иные. Погранслужба заявляет об агрессии со стороны таджикских местных жителей. Именно с их стороны, как утверждают в Бишкике, полетели камни и послышались первые выстрелы. На этом настаивают и жители приграничных кыргызстанских сел. Рассказывает Дарья Тимофеева. Обстановку на границе Кыргызстана власти называют относительно стабильной. Однако до сих пор не было сообщения о том, что местные жители вернулись в свои дома. Еще ночью, после начала стрельбы, часть населения села Кокташ эвакуировали и разместили в здании школы. Позже прислужба Красного полумесяца сообщила, что эвакуировано 230 человек. Им оказывают помощь. Местные власти перевезли в школу в основном женщин и детей. Сейчас совместно с сотрудниками погранслужбы и милиции на местах проводят разъяснительные беседы. Накануне у нас отключили электричество. Всего-то за задолженность в 260 сомов. Воспользовавшись тем, что было темно, неизвестные попытались поджечь дом соседей. Хорошо, что пламя погасло само по себе. После того, как стала появляться информация о стрельбе, быстро собрались и приехали в школу. По имеющейся у нас информации, жители таджикского села незадолго до конфликта вывезли женщин и детей. У них остались только мужчины. По данным пограничной службы Кыргызстана, конфликт разгорелся по вине граждан Таджикистана. Сегодня ночью они сначала закидали камнями машину одного кыргызстанца, а спустя час забросали автомобиль другого. Несколько человек пострадали. После провокаторы, по версии кыргызстанской стороны, напали и на дом гражданина Кыргызстана. В 2 часа 40 минут поступила информация, что неизвестные граждане закидывают камнями дом гражданина Кыргызстана. Туда выехала оперативная группа и совместно с нашими сотрудниками. По пути исследования, по ним был открыт огонь со стороны Таджикистана, с мелкокалиберного охотничьего ружья. Пострадавших нет. Сотрудники спецотряда МВД в Баткенской области с ночи переведены на усиленный вариант несения службы. В настоящее время на месте находятся замглавы пограничной службы и замминистр МВД. Чрезвычайный и полномочный посол Таджикистана в Кыргызстане сегодня был вызван в МИД. Ему вручили ноту протеста. Премьер-министр поручил обеспечить постоянное патрулирование местности и сделать все необходимое, чтобы не допустить эскалации инцидента. Между тем, на место конфликта никто из высокопоставленных чиновников правительства так и не вылетел. Вице-премьер переговорил со своим таджикским коллегой по телефону. Переговоры между представителями погранслужб в двух стран продолжаются. Об их результатах до сих пор ничего не сообщалось. И мы возвращаемся в Таджикистан. Генеральная прокуратура страны начала расследование по факту избиения троих братьев в отделении милиции 31 декабря. По словам матери пострадавших над мужчинами, издевались в присутствии шестилетнего сына одного из них, заставляя признаться в убийстве Ленина. Затем сотрудники милиции записали видеопризнание братьев в том, что у них с собой были наркотики. Двух мужчин с ребенком освободили на следующий день, а вот третий все еще находится в милиции по обвинению в хранении наркотиков. Анна Шервуна Рипов расскажет детали этой истории. Бибиджон Назарова – мать братьев Набиевых, которых задержали сотрудники милиции в канун Нового года. По словам женщины, ее сыновья приехали в Душанбэ из города Нурек, чтобы отпраздновать Новый год в столице. Один из них взял с собой шестилетнего сына. Мужчин с ребенком задержали на улице сотрудники милиции, рассказывает женщина. А в отделении их обмонтали скотчем, избивали, пытали током в присутствии ребенка, чтобы они признались в убийстве вождя мирового пролетариата. «Ты возьмешь на себя убийство Ленина», – сказал милиционер сыну. Сын говорит, что молчал, потом его опять стали бить и спрашивали про Ленина. Затем сказали ему, чтобы написал признание, а когда он сделал это, назвали сына сволочью и заявили, что он врет. А Ленин умер давно. На фотографиях в телефоне Бибиджон Назаровой видны многочисленные гематомы, ушибы и кровоподтеки на лицах и телах двух братьев Набиевых. Их и ребенка правоохранители затем отпустили. А вот старшего сына женщины задержали по обвинению в хранении наркотиков. Перед тем, как освободить молодых людей, милиционеры сначала записали видео их признания в хранении наркотиков. Сами молодые люди рассказывать о случившемся боятся. «Что мы вам скажем, то вы и сделаете. Мы вам сейчас напишем на бумаге текст, вы его выучите за 10 минут и расскажете на камеру. За 10 минут они не смогли выучить, и милиционеры держали листок в руках за камерой, и сыновья читали признание с бумаги». Сотрудники милиции, которые задержали братьев Набиевых, отказались от интервью, но заявили, что никого не били и действовали исключительно в рамках закона. А задержанный из охранения наркотиков Парвиз Набиев дважды судим, стоит на учете как наркоман. У него якобы были найдены запрещенные препараты, поэтому его и не отпустили. Юрист Шокриджон Хакимов уверен, что беспредел и произвол в милиции сегодня обычное дело. Правоохранители безнаказанно могут выбивать из задержанных любые признания, в том числе и в убийстве Ленина. «Наши правоохранительные структуры в состоянии принудить, в том числе используя репрессивные меры и насилие, для того, чтобы граждане признавались даже за то, что они не совершили. И в данном случае мы стали очевидцами не только низкого уровня профессионализма, некомпетентности и отсутствия квалификации со стороны органов дознания и следствия, и в том числе, когда при присутствии ребенка они таким образом ведут себя, это уже антигуманный акт». В прокуратуре столичного района Фердавси идет расследование по факту применения пыток к двум сыновьям Биби Джон Назаровой. Были ли наркотики у старшего сына, парвиза, она не знает, но уверена, что избивать двух ее сыновей они не имели права. Анушер Лунарипов, Насим Исамов. Настоящее время Азия. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в прямом эфире круглосуточного телеканала «Настоящее время» в Ютубе. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Мы встретимся с вами в понедельник. Я желаю вам всего доброго. До встречи в эфире. Пощечина Америки и отступление Ирана. Риторика войны в мировых медиа вокруг очередного конфликта между Вашингтоном и Тегераном. Смерть генерала. Реакция на убийство иранского командующего Касема Сулеймани на телеканалах США, Ирана, России и в социальных сетях. Не стреляйте в журналистов. Пять лет теракту в редакции сатирического издания «Шарли Эбдо». О чем пишут авторы журнала «В годовщину трагедии». Кушать подано. Или как приготовить таллин по-японски. Я наслаждаюсь тем, что делаю, и люди это чувствуют. Где в Риге можно попробовать настоящий бланманже. Нет, это невкусно. В чем тут дело? Нет, так не пойдет. Как англичанин стал ночным мэром Вильнюса. Когда я приехал в Вильнюс, я увидел большой потенциал в этом городе. Это было очень важно для меня.